Когда на улице дубарь? А это верно ведь, январь. Ты лучше дома посиди, чайок попей, смотри в окошко, Голодных птичек покорми и обылом чуть погрусти. А там весна, и все растает, и лето жаркое придет, Свои проблемы принесет. Уж коли январь такой случился, В июле сморит всех жара. Купаться будем до утра И тело покрывать загаром. Потом дожди, ты их немножко подожди, И снова холода полюбишь. В оконце на мороз глядя, Чаек душистый разливая, А жизни бренной рассуждая, Что хорошо и в жар, и в холод Здоровье крепко иметь, А остальное просто медь, Ее не стоит и иметь. Своё здоровье тратя даром, Так будем жить и процветать, И строки о любви писать, И посылать их прямо в сердце, Готовая сие принять И от восторга засиять. 23 января, день Григория. Святой Григорий был младшим братом Василия Великого. Вначале он учился в языческой школе Кесарии, ораторскому искусству. Далее были самостоятельные научные занятия и уроки у святого Василия Великого. Этим уроком Григорий был очень многим обязан. При своих природных дарованиях и прилежаниях в изучении наук, Святой Григорий с успехом изучил риторику и философию, Готовил себя к званию светского оратора. Однако Бог распорядился иначе. Этот день в народе называли Григорий «летоуказатель». Хозяева постепенно начинали планировать проведение весенних полевых работ, Подготавливать соответствующий инвентарь. Отбирали зерно для посадки. Все работы делали вручную. Крупное зерно отбирали для посадки, а из мелкого мололи муку. В день Григория «летоуказателя» крестьяне обращались к стоговому, так звали духа, который живет в стогах и скирдах сена. Считалось, что если относиться к нему с заботой и вниманием, то он защитит припасы от грызунов. Поэтому сегодня крестьяне отправлялись в поле и кланились с кирдом, в которых живет этот дух. Они благодарили его за защиту и оставляли угощение в виде коровая хлеба. Приметы. Если на стогах и деревьях виден иней, лето будет прохладным и дождливым. Если в день Григория «летоуказателя» дует ветер с юга, в июне будут дожди с грозами. Ясно, погода предвещает знойное лето. Народи говорили, если на Григория много снега, будет много хлеба. Если иней не проходит к вечеру, это к смене погоды. Первая капель сегодня к теплому лету. Не было сегодня безоблачно и ясно к ранней весне. Сухой снег к засушливому лету. Если приготовить и съесть сегодня блюдо из мяса, гарантия крепкого здоровья на весь год. Сегодня из дома ничего нельзя было выбрасывать, чтобы не выбросить свое счастье. Если сегодня обойти сток сена 3 раза против солнца, можно будет разбогатеть в этом году. О чем говорит вообще сладость? Сладость, именно сладость, говорит о том, что этот сок способствует тому, что он питает, усиливает, он полнит. Он вообще содержит очень много пилорически активных веществ. И особенно натрия, 4 больше, чем кальция. И знаешь, чем этот сок теперь отличается от предыдущего? Дело в том, что в результате варки, в результате приготовления всей пищи на огне, у нас кальций, который имеется в пище, он становится менее активным биологически. И он как накипь в чайнике начинает откладываться на стенках сосудов. Значит, в жорстном пузыре, в почках и так далее. И для того, чтобы его растворить, растворить надо, для этого нужен натрий. И натрий не простой, а вот именно биологический активный. И так как много в этом соке натрия, он мощно начинает вот эту вот растворяющую работу, в помощь которой очищает печень, почки и наши сосуды от отложений кальция. Самое значение, что трубочку берешь, иногда там в самоваре, или еще один, а она вот так вот вся покрыта стенкой. Да, да, да. Вот то же самое примерно у нас может быть. От термической пищи. От термически обработанной пищи. Откуда эта пища берется хлеб? Дрожжи. Дрожжи даже не берем. Хреб просто термически обработаем. Допустим, борщичок, там, прочие там плюшки. Что там еще? Легче перечислить, что не обработано. Вот, 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 вот. Все, что у нас не сварено или не запечено. Все, что сварено, запечено. Значит, у нас этот кальций стал недоступен для организма. Значит, он там может спокойно где-то отложиться и в камушек превратиться. А потом, как вот. Геннадий Петрович, я делаю финальный вывод, сравнивая эти соки. Сок с корнем петрушки более ядреный, более ароматный, более пахучий, более терпкий. То есть, знаете, есть поражение аржика очень острая и аржика среднеострая. Вот с сельдереем это все как-то элегантненько, вот так вот, скажем, средне, 100% ароматно. А с петрушкой это вот самое такое яркое здесь проявление и аромата, и вкуса. Но когда вы начинали программу сегодня, вы сказали, зрив корень. Все понятно с этими корнями. Разве можно репу назвать корнем? Это корнеплод, но не корень. Ну и что же, это корнеплод и морковка, корнеплод сельдерей и корнеплод петрушка. А скажите, что из репы тоже мы сок будем? Из репы можно сделать сок, из нее можно приготовить, ее отварить. Это прекрасный продукт, о котором мы просто-напросто забыли. Мне кажется, надо репе посвящать отдельную программу. А как, если она термически обработана, она же тоже получается нам? Ну ничего страшного, здесь хорошо и пальцы, но тем не менее, тем не менее, да, на какой-то компромисс идем, потому что сырое, как бы сказать, не особо там много в области. Потому что все, что мы едим сырое, что у нас делает в желудочно-кишечном тракте? Так как много здесь клетчатки, она, конечно, у нас хорошо чистит, но и вызывает разного рода азообразование. Вот, как говорят, слон съедает там 60 килограммов растительной пищи и вырабатывает там что-то там, метана, будь здоров. То есть это для них естественно. Для отопления маленькой Голландии? Да, да, да. Давайте я ее хоть попробую. Давайте попробуем, давайте попробуем. Можно ее попробовать. И, кстати, когда мы используем вот это сочетание соков там морковки, сыгреев, то мы начинаем автоматически избавляться от таких болезней, как артрит, сахарная диабет, ишевическая болезнь сердца, варикозное расширение вен, эморои, желчи и почечнокаменная болезнь и другие, которые вызваны тем, что у нас откладывается кальция. Оказывается, кальций вызывает около трехсот отклонений в нашем здоровье. Именно тот кальций, который стал уже не присваиваем для организма. Ну вот, бери, пополам нужно поделиться. Давайте. Так, и так, да? Хорошо. И ни в коем случае вот смотри, вот видишь, это белая часть. Кальция, да? Это желтенькая. Это желтенькая. Желтенькая. О чем говорят? О том, что здесь и каротинчика много. Опа, так это же аналитика какая-либо. Они родственники? Ну да. Точно? И хрыстящая, да? Немножечко. Все, пробуй немножечко. Потому что мы уже отвыкли от нормальной пищи, а от целой. Ну у нас, мой мой мой, они могут вызвать сразу большую такую реакцию, а? Желчие свойства. Желчие прям это то, что услышится сразу. Да. Кстати, репа лучше всего является огородная и свежая. Чувствуем, какой вкус. Да, да, да. Что это? Желчий вкус делает репа. Как ты думаешь? Желчие, убивает микробы? Правильно. И еще две мне говорили, что свойства горячие и влажные во второй степени. То есть горячие чувства. Сейчас немножко сешь, и уже как бы стоит немножко из паллина выступит. Да? И влага. Влага. Много здесь влаги. Ну, целый такой круг. Корнику. Вот, да? Вот. Поэтому она еще согласно древним врачевателям говорили, что она действует на жизненные принципы. Так что она иногда, если много ее съесть, обвели вот этих вот масел, вызывает головокружение. Если съесть ее много, то в некоторых случаях может обостриться зрение, но ее, конечно, много не надо есть. Кстати, зрение – это функция огненная. Если человек, ну, будем говорить, его организм замерзает, вот, он чувствует, пошел там прохладу какую-то, вот, ручки, ножки, 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 у него в связи с этим может и зрение падать. Как правило, хуже печень работает, потому что печень и зрение связаны между собой. И обогрева организма. Вот. Геннадий Петрович, мне кажется, информация о том, что репа, на самом деле, заканчиваем. На самом деле, уже перекрыл у нас такой. У нас репа 20 минут, вот, 3 минуты, ничего страшного. Ага. Вот это да. Сейчас тогда вот это скажем и закончим. Да. Мне кажется, нам нужно остаться на глазах и сказать, что она не перспективна какая-то это. Дочитаем все. Давайте. Я думаю, что можно еще разочекать глаза, на этом случае, потому что у нас проблемы, если бы не подать нельзя. Действие, она действует очень мощно на жизненные принципы, то есть она особенно увеличивает теплоторную способность организма, с чем она улучшает зрение. Кстати, ее семена, если растолочь, выводят в... Кстати, ее семена, если растолочь, выводят веснушки. Вот эти вот все, вот эти вот... Опять веснушки? Да. Вот. Если ее есть много, она делает обильным женское волоком. Обильным и хорошо это... Далее, она увеличивает количество выделяемой мочи, то есть все, что у нас там состоялось, быстренько выделяет. И очень важно отметить то, что ее сок уменьшает ипотагрические узлы, то есть те узлы, где отложились от отложения соли. Поэтому ее можно, конечно, использовать с этой целью. Но важно понимать, что я говорил, что она вызывает ветры. Поэтому людям, тем, которые нужны, ее надо использовать особенно осторожненько вообще. Так она журеет. Да не сухощава. Из-за грубости клетчатки. То есть вот тогда-то ее лучше все и отварить. Я думаю, что репе имеет смысл посвятить вообще отдельную программу. И раз она такая целебная, но устроить просто кулинарное пиршество и приготовить ее, чтобы она еще и была вкусной, пригласите меня еще раз, пожалуйста, на репу, ладно? Хорошо. В позднем случае приглашаю на репу, мы ее отварим и попробуем уже пареную отварную. С медом? Можно и с медом. Спасибо большое, спасибо большое за открытие корни петрушки. Потрясающе вкусно и очень ароматно. А то, что это так полезно, меня, конечно, очень радует. Так вот, с утра или на вечер.